Добрый вечер, в эфире Вести Карачева-Черкесия. Сегодня глава республики Рашид Темрезов провел рабочую встречу с начальником управления Росгвардии по Карачева-Черкесии, полковником полиции Русланом Яковлевым. Обсудили текущие вопросы взаимодействия органов государственной власти и территориального органа Росгвардии по выполнению задач по обеспечению правопорядка и безопасности жителей. Рашид Темрезов отметил, что личный состав управления Росгвардии по Карачева-Черкесии профессионально справляется с возложенными на структуру служебно-боевыми задачами. Обстановка в регионе спокойная и во многом это достигается хорошим уровнем взаимодействия с органами государственной власти, местного самоуправления и взаимодействующими правоохранительными структурами. Отдельного внимания заслуживает слаженная работа управления по обеспечению антитеррористической защищенности социальных учреждений и жизненно важных объектов, а также во время массовых мероприятий. Впереди нас ждут новогодние праздники и длительный каникулярный отпуск, период. Это потребует от сотрудников Росгвардии большей концентрации на обеспечении безопасности жителей и гостей республики. Также обсудили задачи, стоящие перед личным составом терроргана, выполняющим свой долг вне пунктов постоянной дислокации. Органы государственной власти республики оказывали и продолжают оказывать всяческое содействие подразделению при выполнении служебно-боевых задач в зоне СВО и оперативно решать все возникающие вопросы. Она радовала своим ярким талантом наши сердца. На 1988 году ушла из жизни заслуженная артистка Российской Федерации и Кабардин-Балкарии первая профессиональная карачаевская актриса Роза Хабчаева. Ею было сыграно более ста ролей, и она являлась наставником для многих актеров карачаевского театра. О жизни яркой, талантливой актрисы, которая беззаветно была предана искусству, расскажет Алихан Лепшоков. Великая актриса маленького театра. Именно так назвал первую профессиональную карачаевскую актрису, певицу Розу Хабчаеву, великий балкарский поэт Кайсен Кулиев. И невозможно с этими словами не согласиться, так как народ был влюблен в ее глубокий талант и прекрасный голос. Роза Ибрагимовна родилась в ауле Гирюльдаюк Джигутинского района Карачаевской автономной области 27 апреля 1935 году. Еще в раннем возрасте она разделила боль утраты родин, отправившись в Среднюю Азию вместе со своим народом. По возвращению карачаевца в 1957 году на Кавказ поступила на обучение в Ленинградский государственный институт театра музыки и кино. А в 1962 году, отучившись, вернулась домой, где начала работать в Карачаево-Черкесском драматическом театре. Если бы я могла остаться, могла это не от того, что меня не брали там. Если бы я себе позволила остаться в Ленинграде, кем бы я была? Я работала для своего народа. Любит он меня, не любит, воспринимает меня, не воспринимает. Но я посвятила, я долг своему народу отдала. Сколько могла. Проводить в последний путь известную актрису пришли руководитель Карачаевского театра, народный артист Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии Руслан Гучаев. Он подчеркнул, что для них это большая потеря, так как Роза Хабчаева для многих была наставником и тем человеком, который прививал любовь к театральному искусству. И также в народной памяти она была известна исполнением многих карачаевских песен. Ее знают как певицу, поколение старшее. Я уже застал ее как певицу профессиональную. Много песен у нее написано. И в фонде радиокомитета Карачаевского они хранятся. Она первая исполнительница таких хитов, как Роза, Павло Косчик Роза, Урайда и многие-многие. Вот она самая первая актриса карачаевского народа. Она ушла в жизни до последних лет. Ну, года три уже она не работала. Она выходила на сцену и творила чудеса. Ею было сыграно более ста ролей. Она умела удивительно перевоплощаться и так ярко сыграть свои роли. Поэтому Розу Хабчаеву так сильно любил зритель, отмечают ее коллеги-актеры. 50 лет мы с ней вместе. И партнеры, постоянные партнеры в заглавных ролях. Все эти годы мы с ней работали вместе. Но она очень... у нее талант какой-то своеобразный. Не похожа ни на кого другого. Вот индивидуальность такая у нее была. Она просто глубоко погружалась в каждую роль и прекрасно раскрывала черты всех своих героев, которых она играла. Роза Хабчаева является настоящим явлением в театральном искусстве карачаево-балкарского народа и целой эпохой. И теплые воспоминания о ней навсегда останутся в память народа. Алихан Лепшоков, Михак Аракелян. Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. Сегодня в Карачаевском районе. В районе прошло открытие сразу двух спортивных объектов. Площадки открытого типа появились в поселках Правокубанский и Новый Карачаев. Что стало частью реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни» на торжественных мероприятиях побывал Артур Мхце. 13 установленных спортивных площадок в течение последних пяти лет. Такова лишь часть работы, которая ведётся в Карачаевском районе республики для популяризации здорового образа жизни. А ведь есть ещё несколько физкультурно-оздоровительных комплексов, которые вот-вот начнут работать, либо находятся на стадии разработки проектов. Благодаря реализации федеральной программы «Спорт. Норма жизни» людям куда более доступными стали занятия любимыми дисциплинами. Так, по словам жителей посёлка Правокубанского, о такой площадке они до недавнего времени могли лишь мечтать. Раньше здесь площадки не было, здесь было поле с травой. Раньше мы играли в школьном дворе и всё. А теперь? А теперь здесь есть площадка и, наверное, мы будем сюда ходить. В нашем посёлке давно не хватало поля или какой-либо площадки спортивной. Вот эта новая площадка означает для нашей школы, для нашего посёлка огромное значение. Я думаю, не только дети, но и взрослые будут сюда приходить и заниматься спортом, укреплять здоровье. Участие в открытии новой площадки в Правокубанском приняли представители районных властей, регионального спортивного ведомства, а также многие жители посёлка, у которых теперь есть ещё один, можно сказать, инструмент для ведения здорового образа жизни. Реализуя такие проекты, мы создаём дополнительные условия для жителей нашей республики, для того, чтобы они беспрепятственно в комфортных условиях могли заниматься физической культурой и спортом, поправлять своё здоровье, вести активный образ жизни. Именно эту цель перед нами ставит глава нашей республики Рашид Борисович Тимрезов. Оригинальные дизайнерские решения, безопасное покрытие этому тоже, скорее всего, поспособствуют. Если будет установлено и освещение, место проведения досуга наверняка станет ещё более популярным. Таким же видится будущее ещё одной только что открытой площадки в посёлке Новый Карачай. Здесь уложены два футбольных поля с искусственным покрытием, территории для поклонников волейбола и силовых упражнений. Всё красиво, удобно, притягательно. Это выбирало население. Мы старались, чтобы это было в центре села, ближе к школам. Конечно, у нас рядом стоит ФОК, Новый Карачай. А здесь не хватало такого стадиона. Он был необходим. Поэтому решили вот здесь построить. Раньше здесь находилось старое поле, дети не играли, спорт не продвигался никак. Сейчас вот видите, сами дети играют, радуются. Это, конечно же, надо всем нам. В Карачаевском районе планируют и дальше популяризировать занятия спортом, для чего в перспективе должны быть построены ещё несколько спортивных комплексов в Кумыше, Кастахе-Тагурово и Правокубанском. А также продолжится ремонт уже имеющихся залов для занятий в различных секциях. Артур Мухцелий Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. Как проехать из Москвы во Владивосток на электричках. В Центре молодёжного инновационного творчества при поддержке Министерства туризма Карачаева-Черкесии состоялся киновечер с трансляцией фильма «Нескорый поезд». О чём фильм и какие впечатления он оставил зрителям, расскажет Дарья Тендит. Документальный фильм рассказывает об истории троих друзей, которые решили отправиться из столицы на Дальний Восток. Передвигались путешественники на электричках, делая остановки в городах по пути. Главная цель героев – увидеть океан и красоты необъятной Родины. Найти ответы на вопросы о счастье и смысле жизни. Фильм затрагивает нашу обширную страну, колорит нашей страны, города нашей страны. И поэтому мне эта тема была очень интересна и актуальна. То, как они побывали в разных городах, познакомились с новыми людьми, это заставляет задуматься о том, как в нынешнее время важно живое общение. Во время путешествия герои встречали попутчиков, каждый из которых имел свои истории и тайны. Вместе они переживали радость, горе, находя поддержку друг в друге. Фильм «Нескорый поезд» не только об открытии новых мест, но и самопознании. На протяжении всех дней друзья задавались глубокими вопросами о своей жизни и поняли, что истинное счастье находится в простых, но искренних моментах. Это шикарный опыт для духовного развития, для того, чтобы узнать новые места и новых людей. Очень атмосферный, музыка подобрана просто шикарно под моменты, под отрезки фильма. Актерский состав очень завораживает. Просмотр фильма был организован в целях популяризации путешествий по России и поддержания инициативы Росмолодежи и сообщества «Больше, чем путешествия». Мероприятие организовано Министерством туризма и курортов Карачаева-Черкесии. Этот фильм хорошо раскрывает данную тематику. И оно в целом о путешествиях по России на поезде. И вот эту всю атмосферу путешествия они смогли передать. И вот фильм прям понравился. В этом фильме хорошо передаётся житейские проблемы и вопросы, которые они раскрывают и находят ответы на них. И параллельно это всё поправлено такими путешествиями на поезде. И это всё равно очень красивый и качественный фильм получился. Просмотр фильма подарил зрителю незабываемые эмоции и заставил задуматься об истинных ценностях жизни. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия. В рамках благотворительной акции «Копилка Победы», реализуемой Единым республиканским штабом поддержки военнослужащих и членов их семей, при главе Карачаева-Черкесии в городах и районах республики прошёл концерт «Россия. Единство. Победа», цель которого – консолидация общества для поддержки военнослужащих, участников специальной военной операции на Украине. Смотрите подробности. С первого дня специальной военной операции централизованно формируется сбор гуманитарной помощи для нужд военнослужащих. Как и на других площадках, где прошли благотворительные концерты, в фойе Дома культуры Черкеска были установлены ящики для писем и пожеланий нашим бойцам и сбора пожертвований. В торжественной части благотворительного концерта зрителей поприветствовал первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Марат Хубиев. Радует и другое то, что простые наши люди, откладывая свои личные дела, находят возможность каждый день, я подчеркну, каждый день вносить какую-то свою определенную лепту для того, чтобы нашим ребятам было легче на передовой. И хочу еще раз произвести главный наш девиз, когда народ и армия едины, мы непобедимы. Самых активных участников акции «Копилка Победы» наградили почетными грамотами. Слова благодарности жителям республики за поддержку участников специальной военной операции выразили и депутаты Народного Собрания. Низкий поклон нашим защитникам. И я уверен, что каждый из здесь присутствующих желает одного, чтобы все наши участники специальной военной операции вернулись к своим семьям, к родным очагам, к своим родным и близким, живыми и здоровыми. С яркими концертными номерами на сцене городского дворца культуры выступили артисты государственной филармонии. Аналогичные концерты прошли и в других районах. Известные артисты республики и районного отдела культуры выступили перед жителями Прикубанского района в поселке Кавказский. Наши сердца бьются синхронно с нашими бойцами вместе. Я думаю, это не просто слова, так оно и есть. Например, администрация района, вот сейчас четыре строительные бригады работают у родителей наших бойцов, которые выполняют свою присягу, участвуют в специальной военной операции. Так что всем миром, я думаю, мы должны одолеть эту чуму. Исполнив патриотические и душевные песни, жители Зеленчукского района своими яркими выступлениями порадовали лучшие артисты и творческие коллективы муниципального района. «Мы одна страна, мы едины, мы сила! Мы победители! Мы победители!» «Исполнив патриотические и спортом веков наша гордость Россия! Мы победителя! Мы победителя! Мы одна страна, мы Россия, мы сила!» А полный зал неравнодушных жителей Карачаевского городского округа, который поддерживает наших бойцов, охотно и щедро приняли участие в благотворительном концерте. Все вырученные от концертов средства пойдут на приобретение вещей и необходимой техники для бойцов-участников СВО. Мурат Жан-Кюзов, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Екатерина. Фаворита». Я прощаюсь с вами. Всего доброго.